Чем холоднее на улице, тем теплее батареи в квартирах и наоборот. Причем регулируется это автоматически. По такому принципу после капитального ремонта работает система отопления в доме номер 41 по улице Николаева в Чебоксарах. Ольга Пырочкина подробнее. В октябре, когда на улице плюс 5, батареи такой же температуры, как в феврале, когда за окном минус 20. Ситуация знакома многим, так было и в доме номер 41 по улице Николаева. Однако после капитального ремонта система отопления и горячего водоснабжения за погоду в доме отвечает не только ресурсоснабжающая организация, но и специальная система в обновленном тепловом узле. Уличный датчик передает погодные данные на так называемый контроллер. Данный контроллер в зависимости от температуры наружного воздуха, минус 3 градуса, контролирует температуру подающего и обратного трубопровода. Тем самым изменяет коэффициент смешения. Данный контроллер дает комфортную температуру в квартирах. Новая система проявила себя сразу. С непривычки жителям пришлось поволноваться. Сначала было похолодание, дали отопление. Потом стала плюсовая температура и у нас батареи остыли. Все в шоке. Как бы так. Было отопление, не стало. Стали звонить в управляющую компанию, в капремонт, что такое. Оказывается, у нас просто стала работать терморегулятор. Похолодало, все повысилось. Сейчас хорошо дома, тепло. Уже в следующем месяце, когда придут квитанции за коммунальные услуги, жители должны почувствовать еще одно преимущество новой системы – экономию. На эту цель работает и новое теплоизоляционное покрытие теплоузла. Выглядит, как обычная зеленая краска. Однако, благодаря нему, при температуре теплоносителя в 62 градуса трубы слегка теплые. А это значит, вода не остывает, пока идет в квартиры. Ольга Пырычкина, Олег Якимов. Республика.